Генеральный консул Греции знакомится с деятельностью греческих обществ, расположенных на территории Южного Федерального округа, с целью оказания им поддержки. Это второй визит Фрагиско-Секастеленоса в город-курорт. В свой первый приезд он оценил работу школы Анапской местной организации греков и познакомился с коллективами, которые представляют культуру села Витязева. Почетного гостя в греческой диаспоре приветствуют на родном языке. На уроки греческого сюда ходят как местные греки, так и русские, ведь это язык живой истории, которому более трехсот лет. Язык объединяет всех греков. Он на протяжении многих лет является связующим звеном. Мне приятно, что некоторые не имеют греческого происхождения, но оказывают интерес к греческому языку. Я хочу им сказать огромное спасибо за то, что вы желаете изучать греческий язык. И я думаю с уверенностью скажем господину консулу, что через год мы будем не хуже, чем он говорит. Спортивные традиции Витязева передаются от поколения к поколению и имеют глубокие корни. Так в филиале Анапской детской юношеской спортивной школы номер 4, которая находится на базе общества греков, Таким видом спорта, как дзюдо, занимаются около двухсот мальчишек и девчонок. Нам повезло, говорят спортсмены, ведь тренируемся в одном из лучших в районе борцовских залов. Своё мастерство юные дзюдоисты подтверждают на соревнованиях высокого уровня, как в России, так и за рубежом. Фрагиско-Скостеленос побывал у мемориала, посвященному потомкам основателей села Витязева, впоследствии подвергнутым высшей мере наказания в период политических репрессий. Рядом храм святого Георгия Победоносца. Инициатором его возведения стала семья Аслановых. Они побывали во многих монастырских приходах России и зарубежья. Искали достойную школу иконописи. Остановились на Афонском монастыре в Греции. Там и заказали икону для храма. Божья обитель еще на стадии строительства. В подвальном помещении трапезная. Здесь же занимаются дети воскресной школы. Храм украшают полы с ярким орнаментом. Впоследствии будут расписаны стены и купол. На втором этаже планируются балконы, чтобы во время больших праздников храм смог вместить всех прихожан. По окончании встречи участники отметили, география общин растет, а дружба между народами крепнет. Светлана Авилова, Александр Кореневский, Анапа. Регион.